Азбука живой природы Александр Сергеевич Барков Кедра, сосны, ели, пихты. Да и зверей и птиц живёт тут больше, чем в тундре. Одни прячутся на зиму в берлогах, другие в кустах, третьи в земляных норах. Зима здесь холодная и суровая, а лето тёплое. Бурый медведь В глухих хвойных лесах, тайге, живёт бурый медведь. В русских сказках его с почтением величают хозяинам тайги, косолапым или топтыгиным. В зоопарке, в вольере или клетке медведь кажется ленивым и неуклюжим. Однако в тайге на свободе он выглядит совсем по-другому. Этот громадный зверь, достигающий в длину порой трёх метров, быстро и ловко взбирается по стволам высоченных столетних кедров, переплывает бурные реки, сдвигает со своего пути тяжёлые камни-волуны, а ударом сильной когтистой лапы сбивает с ног могучего рогатого лося. Медведь очень смышлён, почует в тайге дым или завидит издали огонь, сразу бежит спасаться к реке или озеру. На зиму медведь укладывается спать в берлогу, яму под корнями старых кедров или под стволами поваленных бурей деревьев. Медвежата рождаются у медведицы в берлоге в январе-феврале. В тайге в эту пору трещат морозы, завывают в юге, а в берлоге, укрытой пышным снежным одеялом, мягко, тепло и спокойно. Медвежата появляются на свет крохотными, величиной с варежку. Весной, с таянием снегов, медведица-мать перестаёт кормить малышей молоком, поднимается из берлоги и отправляется с ними в лес. Она учит косолапых отыскивать на земле под палыми листьями корешки трав и кедровые шишки. Медведица ведёт медвежат к реке на водопой, учит их плавать, купаться на отмеле. Вдруг два медвежонка вздумали озорничать. Один залез на вершину старой сухой сосны и чуть-чуть не свалился оттуда в реку, а другой стал, что есть сил бить лапами по воде. Брызги полетели во все стороны. Всю рыбу распугал. Летом медведи, урча и причмокивая, едят малину прямо с куста, оставляя после сладкого ягодного обеда только голые ветки. Но самое любимое их лакомство – мед диких пчёл. За похищенный из дупил мед мед медведи нещадно жалят пчёлы. Право косолапым сладкоежкам не позавидуешь. Росомаха Росомаха крепко досаждает таёжным охотникам. Она часто опустошает капканы с попавшими туда соболями и куницами. За эти коварные проделки её прозвали чёртовым медведем. Росомаха и правда немного похожа на небольшого медведя. Ростом она не более метра. У неё длинный, густой чёрно-белый мех, сильные и широкие лапы, острые зубы и когти, пушистый хвост. Характер у Росомахи разбойничий. Она может загрызть волка и прогнать со своего охотничьего участка хищную рысь. А ещё она вынослива и сильна. Пробегает по глубоким таёжным снегам десятки километров, преследуя косуль и песцов. Зимой Росомаха промышляет зайцами, лисами, белками. А летом бродит по тайге и уплетает всё, что не попадётся на её пути. Поймает лягушку, ящерицу или мышь, съест. Заметит гнездо глухарки, разорит. Она с удовольствием грызёт кедровые шишки, лакомится остатками добычи медведей, волков, рысей. Поедая мёртвых животных, Росомаха выполняет в тайге полезную санитарную работу. Волк Тихо, след в след, побежали остроухие волки по заветной, присыпанной снегом тропе к деревне. Берегитесь, овцы и козы, телята и свиньи, зубастые хищники вышли на охоту. В снежные и морозные зимы волкам голодно. В это время они не щадят даже людей. Охотники с давних пор отстреливали злых и коварных хищников. В тайге и предгорьях волки нападают на лосей, косуль, оленей, кабанов. Их добычей чаще всего становятся старые и больные травоядные животные. Волчья стая, ведомая матёрым вожаком, выходит на промысел ночами. А днём звери отсыпаются в укромном, далёком от сёл и дорог месте, логове. Волки очень привязаны к своему жилищу, логову, и оберегают свои таёжные угодья от незваных гостей, медведей, росомах, рысей. В вешние дни, под звонкую барабанную дрёб дятлов, у волчиц рождаются слепые, большеголовые, бурые волчата. Они быстро растут, набираются сил и устраивают возню и драки из-за костей возле скрытого в камышах на берегу таёжной реки Логова. Продолжение следует.